Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Как вы знаете, некоторое время назад я опубликовал на своем канале видео, посвященное процессу, проходящему сейчас в Нью-Йорке и связанному с компанией OneCoin. И на этом процессе Константин Игнатов давал показания. И в комментариях мне некоторые написали, что это не официальная информация, это всего лишь статья на сайте BBC. Но вот сейчас мы с вами ознакомимся совершенно с официальной информацией, опубликованной на сайте Министерства юстиции США. Об этом написано в левом верхнем углу, что это именно Министерство юстиции США, Южный округ Нью-Йорка. И статья, естественно, на английском языке. Если вы знаете английский, вы можете перейти по ссылке под этим видео и прочитать статью в оригинале. Если вы не знаете английского, можете воспользоваться Google-переводчиком и перевести. Ну, или просмотрите это видео до конца и ознакомитесь с данным текстом в русском переводе. Итак, представляю вам перевод данной статьи на русский язык. Бывший партнер компании Локи Лорд ЛЛП, осужденный в федеральном суде Манхэттена за сговор с целью отмывания денег и банковское мошенничество в связи со схемой отмывания мошеннических доходов в размере 400 миллионов долларов. На этой фотографии вы можете видеть Марка Скотта, когда он еще был на свободе и наслаждался жизнью. Джеффри Берман, прокурор Южного округа Нью-Йорка, и Сайрус Венс-младший, окружной прокурор округа Нью-Йорк, объявили сегодня о вынесении приговора Марку Скотту после трехнедельного судебного процесса под председательством Эдуарда Рамоса. Марк Скотт, бывший акционер юридической фирмы Локи Лорд ЛЛП, отмыл около 400 миллионов долларов США в результате масштабной международной мошеннической схемы, известной как OneCoin, посредством подставных инвестиционных фондов, которые Марк Скотт создал и использовал для этой цели. За свои услуги по отмыванию денег Марк Скотт получил более 50 миллионов долларов, которые он потратил на покупку роскошных автомобилей, яхты и нескольких домов на берегу моря. Прокурор США в Манхэттене Джеффри Берман сказал, Марк Скотт, акционер известной международной юридической фирмы, использовал свои специализированные знания в качестве опытного корпоративного юриста для создания подставных инвестиционных фондов, через которые он отмывал сотни миллионов долларов мошеннических доходов. Он набил карманы деньгами, украденными у жертв схемы OneCoin, на сумму более 50 миллионов долларов. Скотт, у которого хвастался тем, что заработал 50 миллионов к 50 годам, теперь грозит 50 лет тюрьмы. Из обвинительного заключения, представленных документов и доказательств, рассмотренных в ходе судебного разбирательства, следует. OneCoin – это масштабная мошенническая схема. Компания OneCoin Ltd была создана ружей Игнатовой в 2014 году или около того, и находится в Софии, Болгария. Марк Скотт познакомился с Игнатовой в конце 2015 года, а отмывание доходов от мошенничества OneCoin началось в 2016 году. Игнатова была топ-лидером OneCoin до ее исчезновения из поля зрения общественности в октябре 2017 года. OneCoin Ltd функционировала как многоуровневая маркетинговая сеть, в которой участники получают комиссионные за привлечение тех, кто приобретает криптовалютные пакеты. Компания OneCoin заявляла, что насчитывает более 3 миллионов участников по всему миру, включая пострадавших, проживающих в Южном округе Нью-Йорка. Документы, полученные в ходе расследования, показывают, что только за период с 4 квартала 2014 года по 3 квартал 2016 года компания OneCoin Ltd получила доход в размере 3,353 миллиарда евро от продаж и прибыль в размере 2,232 миллиарда евро. OneCoin продолжает действовать и по сей день. OneCoin Ltd утверждает, что майнинг криптовалюты OneCoin происходит с помощью майнингового оборудования, которое обслуживается и эксплуатируется компанией, и что стоимость OneCoin основана на балансе спроса и предложения. Предполагаемая стоимость одной монеты OneCoin неуклонно росла с 0,5 евро до 29,95 евро за монету по состоянию на январь 2019 года. На самом деле, стоимость OneCoin определяется самой компанией и не зависит от рыночного спроса и предложения, а OneCoin не добывается с использованием компьютерных ресурсов. Более того, расследование показало, что Игнатова и ее соучредитель задумали и построили бизнес OneCoin, в полной мере намереваясь использовать его для обмана инвесторов. Марк Скотт, который работал с июня 2015 года по сентябрь 2016 года в качестве акционера в ведущей международной юридической фирме Locky Lord LLP, познакомился с Игнатовой в сентябре 2015 года. Начиная с 2016 года, Скотт создал ряд подставных инвестиционных фондов на британских Виргинских островах, известных как Фенеро Фанц. Затем Скотт замаскировал входящие трансферты в размере около 400 миллионов долларов фонда Фенеро как инвестиции от богатых европейских семей. Хотя на самом деле эти деньги представляли собой доходы от мошеннической схемы OneCoin. Скотт обеспечил перевод денежных средств через различные банковские счета Фенеро Фанц на Каймановых островах и в Ирландии. В последствии Марк Скотт перевел средства обратно Игнатовой и другим ассоциированным компаниям OneCoin, на этот раз маскируя их под инвестиции из фондов Фенеро. В рамках этой схемы Скотт и его сообщники лгали банкам и другим финансовым учреждениям во всем мире, включая банки в Соединенных Штатах, чтобы осуществлять переводы доходов OneCoin в обход процедур по борьбе с отмыванием денег. Марк Скотт хвастался тем, что заработал 50 миллионов к 50 годам. Он получил 50 миллионов долларов за свои услуги по отмыванию денег. На эти деньги он приобрел, среди прочего, коллекцию роскошных часов стоимости в сотни тысяч долларов, Феррари и несколько Порше, 57-футовую яхту Sunseeker и три дома, каждый из которых стоит несколько миллионов долларов, на берегу моря в Кейп-Коде, штат Массачусетс. Скотт был арестован около одного из своих домов в Барнстебле, штат Массачусетс, 5 сентября 2018 года. 51-летний Скотт из Корол Гейблс, Флорида, был осужден по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, который предусматривает максимально возможное наказание в виде 20 лет лишения свободы, и по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, предусматривающему максимально возможное наказание в виде 30 лет лишения свободы. Максимальный размер возможных приговоров предписывается Конгрессом и приводится здесь только в информационных целях, поскольку приговор обвиняемому будет определяться судьей. Вынесение приговора судьей Рамосом назначено на 21 февраля 2020 года. Господин Берман и господин Венс высоко оценили выдающуюся работу уголовного подразделения налоговой службы и ФБР, которые провели это расследование совместно со специальными агентами прокуратуры США. Расследованием по этому делу занимается уголовное подразделение налоговой службы и управление по киберпреступности. Обвинениями руководят помощники прокуроров США Кристофер Ди Мэйс и Николас Фолли и специальный помощник прокурора США Джульетта Лозанна из окружной прокуратуры округа Нью-Йорк. Итак, данный пресс-релиз посвящен прежде всего обвинениям против юриста Марка Скотта, который, собственно, занимался отмыванием денег в размере 400 миллионов долларов в анкоин, а Константин Игнатов выступал на этом суде в качестве свидетеля. Как видно из данной статьи, вынесение приговора судьей Рамосом назначено на 21 февраля 2020 года. Что касается дела самого Константина Игнатова, то, конечно, я буду следить за ситуацией и, как только будет новая информация, обязательно опубликую видео по этой теме. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.